Чем выше взбираешься, тем крепче нужно держаться. Простые правила соблюдают в областном центре туризма и краеведения. Здесь занимаются полторы тысячи детей. В рамках нацпроекта образования в дошкольном учреждении появилось новое оборудование. Тросы, крепления, карабины – это только малая часть. Дети получили возможность познакомиться с таким видом деятельности и начать им заниматься. Потому что в некоторых муниципалитетах этого направления не было, а теперь оно есть в связи с приобретением нового оборудования. Ну и, соответственно, новое оборудование мотивирует на новые свершения, новые занятия. Это походы, это соревнования по туризму и ориентирование. Поэтому количество обучающихся увеличилось и количество принимающих участия в соревнованиях в областных и муниципальных различного уровнях, их тоже стало больше. Новое оборудование как подарок к 75-летнему юбилею центра, отмечает директор Олег Антонов. Ребята развиваются в двух направлениях – художественная и туристка-краеведческая. Федеральные вложения позволили изучить на практике то, что когда-то было возможным только в теории. Здесь представлен катамаран. Он предназначен для сплава по рекам до второй категории сложности. И то, что защищает наших детей в водном походе. Это жилет и каска. Появилось даже шесть уникальных устройств. Это спутниковый трекер. С помощью него можно из любой точки мира связаться, отправить сообщение, что у нас все хорошо. Это не сотовая связь. Она работает всегда и везде. Поэтому это уникальное оборудование. В Омской области оно есть только у нас. В этом году на базе 20 областных учреждений было создано более 4000 мест для детского дополнительного образования. Образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования, обновили в этом году. Свою материально-техническую базу создали новые места для детей всех шести направленностей. И, что немаловажно, ряд педагогов повысили свою квалификацию в исследовательском университете высшей школы экономики по направлению программы создания новых мест дополнительного образования. На реализацию национального проекта образования в 2020 году было выделено 30 миллионов рублей. Большая часть из федерального бюджета.